И всем привет ребят, с вами Мистер Баник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике и сегодня мы вместе с вами будем обозревать новый обновленный Харнет с одной интересной пушкой, а именно с пушкой Вулкан. Посмотрим что у нас из этого получится, у нас на Харьке с овердрайвом изменили работу при прожатии пробития, плюс теперь еще с овердрайвом Харька наносится подавление, расстояние увеличено, криты есть, это значит что можно вспомнить старую легендарную комбину, а именно Хорнета Вулкан, который может показать очень хороший результат, посмотрим насколько жестко это будет работать, я честно ни разу еще не играл на этой комбинации после обновления и надеюсь что сейчас у нас получится сделать что-то интересное. Берем Хори Вулкан на Харек иммунитет от поджога, на Вулкан поворот башни, так как это у нас не летающий корпус, ну и по дрону у нас пусть будет бустер. По режиму мы давайте сегодня пикнем либо ТДМ, либо ЦП, что будет лучше, ну давайте наверное ТДМочку дефолтную попробуем, посмотрим что у нас из этого выйдет. В ЦП я думаю что также можно эффективно это вооружение использовать, да и в том же Рэгби наверное я думаю что это тоже комбинация будет неплохо себя показывать и работать. Наша задача это стараться накидывать как можно больше урончика, ну и я надеюсь что получится сделать что-то интересное, главное чтобы нас сейчас закинуло не на супер какую-то большую огроменную карту, чтобы это была какая-нибудь средняя, может быть даже маленькая карта. И наша задача это просто при прожатии овердрайва стараться унести всех тех противников, которые будут во-первых под пробитием, во-вторых они еще и должны быть подавлены, соответственно их дроны должны быть отключены. Это максимально быстрое уничтожение, которое только может быть, ну и единственное что спасет противника при прожатии хорька это аптечка, которую они могут завязать, но если они прожимают аптеку, то соответственно они уже имеют меньшее количество здоровья и я смогу еще быстрее их уничтожить. Поэтому на, вернее не на, а в теории это должно очень эффективно работать, а вот на практике как это все дело будет работать сейчас мы вместе с вами и узнаем. Закидывает нас куда-то, кидает нас на карту Александровск, что-то у меня подлагивает, что за лаги, не понял, что за лаги, да, закидывает, открываем тапчик, что он, а это Йоркшир, какой Александровск, боже, что я несу. Закидывает нас на Йоркшир, Йоркшир с очень маленькими званиями противника, ну и наша задача давайте попробовать камбэкнуть эту катку, мне максимально непривычно играть, у меня нет урона, да, понял, прикольно. Тогда мы не будем играть эту катку, давайте сразу тогда перепикиваем, пикаем дальше. Мне максимально, если честно, непривычно играть на Йорке, потому что я уже привык играть на Вулкане с летающими корпусами, а с летающими корпусами механика немножечко другая. Там и в управлении чуть уже попроще, и так оно само как-то бэмсит поинтересней. А сейчас на Йорке это в очередной раз возвращаться к старой мете, но, быть может, эта старая мета будет интересна и будет очень эффективно работать. Так, что у нас по резистам от Вулкана? По резистам у нас, ну, неплохое количество есть у противника, но я надеюсь на то, что нам это особо сильно не помешает. И мы рассмотрим полностью наш Харёчек. Давайте даже, наверное, пробовать больше ехать на респ к противнику. Сейчас уничтожим эту Викоизину и уже будем чуть больше пушить. Нужно не забывать, конечно же, что я играю на бустере. Сначала надо нажимать ДАшку, а не ДДшку, а то что-то как-то моё прожатие расходки, мягко говоря, неграмотное. Ну и будем сейчас стараться уже бэмсить. По овердрайву Харька, что я могу сказать, набор овердрайва, ну, должен быть довольно-таки быстрый. Соответственно, мне нужно чуть больше жить где-то около респа противника и потом уже при прожатии овердрайва стараться накидывать, накидывать, накидывать и ещё раз накидывать. Так, здесь есть Викинга и Зина, которую нам было бы очень неплохо здесь уничтожить. Давайте наносим по ней урон. Ну и тут через правый фланг по тихой грузточке. Я думаю, что можно будет сейчас проехать и там уже ближе к вражеской базе прожрать овердрайв. У нас уже 70% есть, ещё пару киллов сделать, плюс сам овердрайв копится у нас. Можно постараться сделать интересную вещь. Но вот эта вот Викинга и Зина, конечно, максимально противная и очень большое количество урона она наносит. Но мы тактику не меняем, едем всё так же самое через правый нижний фланг и стараемся заехать на вражескую базу. И там уже с вражеской базы прожимать овердрайв и реализовывать. Ну, кстати, Харёк что-то как-то овердрайв копит долговато, если честно, долговато. Я думал, побыстрее будет копиться овердрайв на этом замечательном корпусе. Но пока что я вам скажу, что копится долго, и это, конечно же, плохо. Это, конечно же, плохо. Таким долгим накоплением овердрайва, ну, я бы сказал, что не суперкомфортно будет играть. Но ладно, посмотрим, сколько у нас секунд. 7 секунд вроде как должен работать у нас овердрайв. Шафт меня респит очень быстро и бесшанцово. Ну, а я сейчас попробую зайти с фланга. Угол у вулкана очень хороший. Соответственно, если мы сейчас займём выгодную позицию, с которой будем наносить урон быстро, скритов должны любого противничка уничтожать. Да. Но уничтожался я, короче, противничка. Быстро я улетел в минусовыч. И тут меня, конечно, уже набрили. Так, там целых три противника стоят на мосту в одной точке. По идее, я могу попробовать их запушить и просто прожать в них овердрайв. Сделать хоть и не суперграмотно, наверное, но просто, знаете, как реализацию овердрайва показать и затушить. Так, магнумы расстреливаются. Один прожимает, второй прожимает. Я жму максимально некачественный овердрайв и меня уничтожает. Так, что я вам могу сказать? У противника шафты, у противника магнумы. Я на харьке. Это значит что? Это значит, что я мясо. На карте шоссе, на таком сочетании, ну, крайне тяжело. Если противник рамотно действует и занимает выгодные точки, то реализация моего харька, понятное дело, будет очень плохая и печальная. Дальше. По харьку самому, что я могу сказать? Ну, долго копится овердрайв. Долго. Долго. Овердрайв должен копиться намного быстрее у корпуса, который не имеет прям, ну, идеального, знаете, такого овердрайва. Прям бомбического. Если он копится 40 лет, ну, извините меня, но это печально. Это печально. В моем понимании, харьок и овердрайв это всегда очень быстрый овердрайв. Всегда очень быстрый овердрайв. Успею ли я забрать? Не, не успеваю забрать овер. Здесь чуть-чуть подсейвится, но шансов у меня здесь вообще нету никаких. Противник хороший. И реализовать свою комбинацию здесь крайне-крайне тяжело. Еще когда тебя контролит шаг, постоянно тебя старается уничтожать, это, конечно, максимально печально. И у нас здесь ничего не получается. Так, ладно. Шафт в очередной раз целится в мою сторону. Разряжается в другую. Посмотрим, что он будет делать. Так, давайте попробовать наносить урон. Угол очень хороший у вулкана. Прям даже я бы сказал не то, что хороший, бомбический угол. Таким углом на вулкане можно очень неплохо навыливать. Но если прожимать такие овердрайвы, как я прожил, то вы понимаете, что реализации никакой у нас не будет. А если у нас не будет никакой реализации, то я ничего не набить-то не смогу. Овердрайв-то может и крутой. Но если так играть, то ничего не получится. Так, про шафта главное не пикаем. Аккуратненько сейчас играем. Так, я смотрю, что уже справа целится. Сейчас мы займем чуть более выгодную позицию. Чтобы мы не открывались под него. А он уже меня выпикивает. Я понял. Понял, понял, понял. Так, где он? Не вижу его. Не вижу, походу его унесли. Да, его унесли на респ. Так, у меня почти есть овердрайв, но меня сразу же сбривает магнум. Так. Где ее дать овер? Вопрос хороший. Так, давайте, наверное, где-то сюда заедем. Ай, шафт. Какой же он противный? Это ужас. Какой же он противный? Так. Его уничтожают. Но у меня нет аптечки. Без аптечки здесь на харьке прожимать овердрайв это максимально бесполезно. Максимально бесполезно. Максимально невыгодно. Так. Есть спот неплохой, но не очередной раз уничтожают. По мосту противник открывается довольно неплохо, но с тем раскладом, что меня может в любой момент ваншотнуть шафт, открываться под мост тоже не актуально. И тоже это не будет работать. Тоже он меня будет набревать и без шансов сливать. Соответственно, нам надо как-то проезжать на вражеский респ и уже с вражеского респа стараться накидывать урон. Ну, либо прожимать овердрайв, например, вот в таких местах и стараться уже откидывать. Ну, это жесть. Но он меня контролит пока да. Кто это за чел такой интересный, который меня старается контролить. Давайте попробуем тогда чуть-чуть подождать, пока его сольют. И поедем уже потихонечку вперед. Ой-ой-ой-ой-ой. Я еще и минус падаю. Ужас. Ужас! Ужас! Ну, такая вот карта бывает. Не самая приятная. Придется, я думаю, что сыграть еще одну каточку. Пойдем сейчас в контроль точек. В режим, где у меня, наверное, будет чуть больше возможностей. Давайте хоть какой-то овердрайв я прожму. Ну, чтобы хоть посмотреть на его действие. Потому что здесь меня задушили шафты без шансово. Я думаю, что даже если бы у меня была бы 50 резиста, она бы меня здесь тоже не спасла бы. Единственное, наверное, 50 с этим самим, с кризисом под броней. Ну, наверное, меня бы как-то могла бы подсейвить без этого. Я думаю, что вообще шансов ноль. Шансов ноль. И нас просто задушили. Задушили. 20 киллов до конца. 20 киллов до конца. Я давайте сейчас попробую запушить вверх. Если удастся уничтожить эту теслочку, будет круто. Убивает ее наш тиммейт. Попробуем сразу покидать по викингу. У нас было два овердрайва. Из них эти два овердрайва прожал вообще в никуда. А то есть реализация двух овердрайвов нулевая. Просто нулевая. И ничего у нас не получилось. 10 киллов до конца. 10 киллов до конца. Слитая катка. 16 на 18. Печальнейший просто. Максимально печальный счет. Для паречка с вулканом. Который по идее может бэмсануть очень даже вкусно. Но имеем что имеем. А имеем очень плохой печальный результатик. Так. Ну и давайте уже пусть эта каточка побыстрее закончится. На двух ярусках. Ну в теории можно конечно на вулкане неплохо себя показывать. Но если учитывать что это соло геймплей. Да и то что здесь есть возможность игры в большом количестве шафтов плюс вулканов. Ой шафтов плюс магнумов. То на харьке реализовать такую комбинацию очень. Очень даже я бы сказал тяжело. Поэтому давайте попробуем пикнуть в контроль точек. У меня крит. Попробуем пикнуть сейчас в контроль точек. И посмотрим может быть в контроле точек. У нас получится сделать уже какую-то прибыль. И какой-то интересный результат. Потому что чисто на бумаге эта комбинация должна показывать прибыль. Да. Но что мы видели в первом бою. Это то что меня просто респят. И то что при прожатии овердрайва я там ну что я могу сделать. Ничего не могу сделать. Я просто либо получаю жесткую тычку. Либо не могу подъехать в нужный спот чтобы вжать овер. И все. И вся игра заканчивается. Просто заканчивается игра. Поэтому посмотрим что сейчас будет в контроле точек. По идее в контроле точек. Возможности реализации такой комбинации должно быть больше. Но тоже. 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 Нужно не забывать что очень многое зависит от карты. Например если меня сейчас закинет какой-нибудь Берлин Брест. Там все так же будет тяжело реализовать такую комбинацию. То есть нам надо какая-то небольшая карта. Средняя. Маленькая может быть да. Какая-нибудь там промзоночка. Там Александров. Тот же Йоркшир который меня с самого начала закинуло. Но у меня там критануло да. И вот именно на таких картах. Это сочетание должно показывать себя очень хорошо. Но точно не на шоссе. Не на Берлинах. Не на Бристах. Не на таких здоровенных картах. Потому что у Вулкана с дальностью сейчас тоже есть свои определенные проблемы. Но нас закидывает на Рио. Рио кстати это очень хорошая карта. Для такой комбинации. Можно было бы поиграть здесь где-нибудь от овердрайва. Если по-моему бы падал. Но овердрайва так как здесь нету. То я думаю что приоритет мы отдадим левой зоне. Хотя в принципе что здесь что слева что справа. Можно спокойно стоять и накидывать урончик. Но и будем стараться именно играть ближе к респу противника. За счет Харька мы можем тут где-то противника даже чуть-чуть накручивать. Ну и главный акцент делаем на точке. Плюс на реализацию овердрайва. Овердрайв я думаю что будем реализовывать ближе уже к вражескому спауну. Ну и если здесь противник будет играть на ближнем бойках. То мы их на расстоянии сможем тоже очень неплохо потянуть. 40-50 даже уже процентов овердрайвами есть. И кстати здесь как-то овердрайв у нас очень быстро копится. Наверное это за счет того что я больше здесь могу сделать киллов. И чувствую себя чуть-чуть получше. Ну вот такой вот контроль точек в сравнении с TDM. Так ну и точки мы тоже пока что уже начинаем в приоритете контролировать. Сместился я на другой фланг. Плюс 2 килла. 70% овердрайва. Диктатор уходит вниз. Ну и меня здесь благополучно сливают. 6 на 2. Неплохо. Неплохое начало. Попробуем сейчас если что выпушить. Нет лево не будем выпушивать. Там уже все чисто. Закатим поправо. Может быть сейчас появится сразу овердрайв. И сразу попробуем реализовать его. Если получится это сделать будет супер. Хотя без аптечки прожимать овердрайв. Ну наверное рисковая вещь. Могут все таки унести. Хотя если есть шафт с лечением. Тогда это можно попробовать сделать. Противник начинает открываться. Ну и вот давайте попробуем прожать овердрайв. И посмотреть. Ну не совсем конечно я посмотрел. Потому что я был без аптечки. Да все таки на харьке. Без аптеки рисковать. Прожимать овер не стоит. А то можно очень некисло отхватить. И это очередной овердрайв. Который у меня к сожалению реализовать не получилось. Потенциал овера бешеный. Но нужно понимать. Что надо тоже довольно грамотно его прожимать. Все таки я на харьке уже давным давно не играю. И вот с такими проблемами можно очень легко сталкиваться. При прожатии овердрайва тебя просто либо быстро сбривают. Либо ты не можешь найти хороший спот для прожатия овердрайва. Но без овера здесь довольно таки комфортно. 12 килов уже у нас есть. За 3 минутки. Ну и самое главное это интересно посмотреть как будет работать пробитие плюс подава. То есть пробитие я так понимаю работает через все. Через стены. Через любые преграды. А подава наносится только в том случае если противник у тебя в поле зрения. Находится на расстоянии вроде как 60 метров. То есть по сути вот до точки. Отсюда до точки подава должна накидываться плюс-минус. А вот пробитие может нанестись вверх-вниз и через дома, через стены. Это конечно тоже очень хорошая вещь. Плюсовая. Для комбинации. А рез все так же пытается меня слить. Уничтожаем его. 80-90 тоже даже процентов овердрайва у нас есть. Пробуем сейчас наверное даже сразу его прожать или же не будем. Нет давайте наверное оставим его с респа. Но у меня еще во-первых его не будет. Во-вторых у меня уже не было аптечки. Так ну и где здесь лучше его прожать? Вопрос хороший. Вопрос хороший. Слева 3 противника. Открывается. Ну и давайте попробуем прожать. Хорошо быстро первого сбриваем. Второго сбриваем и меня уносит шарик. Но в принципе за счет того, что еще сверху пробитие наносится, да. Ну неплохо. Неплохо. Единственное я только вот не знаю сколько секунд работает. Он 5 или 7 секунд работает овердрайв. Но с тем учетом сколько я живу. Живу я даже и близко не к тому проценту, не к тому времени сколько у меня есть. Поэтому в принципе по большей части без разницы сколько у меня есть овердрайв. Если на харьке все равно так долго пожить не можешь к сожалению. В этом плане конечно диктатор овердрайв смотрится куда интересней. И за счет того, что ты получаешь дополнительные очки с раздачей овердрайва по своим тиммейтам. Плюс ты сам на танке имеешь хп довольно большое. Ну и 3-3 10 секунд. Это очень круто. Прям бомба. Это прям супер классно. Харечек. Но хоть он и маневренный. Хоть на нем можно тут и такие всякие периодики устраивать. Все равно реализовать его крайне-крайне-крайне сложно. У меня лично особо, как вы видите, ничего здесь не получается. И контролинг от противника имеется. И тайминг какой-то супер печальный, невезучий. Анлучный получается. Ну и в целом. Как-то как-то все не так, как мне хотелось бы. Ну давайте попробуем. Может быть еще один овердрайв удастся мне реализовать. Диктатор. Тут еще сверху овердрайв вжимают. Ребяточки. Лаг сервера происходит. 4 точки у нас под контролем. Походу я до оверки даже и не дотяну. Если только здесь килл какой-нибудь дополнительный не залетит. Зато на Вулкане, вы знаете, в чем есть очень жесткий плюс после обновы? То, что вы за каждого тиммейта, по которому наносите урон, получаете уже не по 5 очков, а по 7. И вот эта семерочка контентовая, поверьте мне, она на дистанции даст вам очень большое количество очков. И если вы, например, будете играть не с Харьком, а с Диктатором, то я думаю, что в каждом бою у вас будет уже возможность набирать, ну, по полторушки. По полторушки очков за 15-минутную катку, я думаю, что можно делать. Если еще вместе с Диками катать, то там вообще, я думаю, что такой движ Париж может контентовый быть. Другой вопрос, в интересе игры на таких вооружениях, интереса там, ну, к сожалению, не так много. Но, все равно реализовывать можно. Что я скажу вам по Харьку? Харек, хоть обновленный, но, как вы видите, реализовать его довольно сложно. ХП мало. Повердрайв крутой. Пробитие есть, подава есть, криты есть. В теории, эта комбинация должна была работать и хорошо себя показывать. Быть может, ее надо играть, на ней надо играть с защитником, а не с бустером. Либо играть с кризисом и постоянно играть на броне. Ну, и у меня, к сожалению, не получилось ее сегодня реализовать. Пишите, что вы думаете по поводу нее. Если катали, то напишите, сколько у вас получается, какие результаты, насколько она интересна вообще смотрится. Но у меня почему-то сегодня не получилось. Хотя, обновленный Харек должен показывать себя очень круто и эффективно работать. Поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Также, не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунте. Мой личный тег, это тег TeamP. Устанавливайте его, поддерживайте меня. Ну, и участвуйте в розыгрыше. Вся информация по поводу розыгрыша есть в описании. Но у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.